Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Историю этого ужасного фиаско рассказала мне подруга за бокалом вина. Как-то ее одноклассница обратилась к ней за помощью в поисках парня. В свои 26 девушка до сих пор оставалась одна. Несмотря на ее красивые черты лица, стройную фигуру, нежный характер и потрясающую хозяйственность, мужчины от нее убегали словно от кипятка. Их хватало на 3-4 дня. Причина этого явления оставалась никому неизвестной. Все всегда видели перед собой красивую девушку, добрую и умную. Но жизнь в многодетной семье не прошла для нее бесследно. Ее приучили, что во всем всегда должен господствовать идеальный порядок, а дом сиять. Не дай бог, чтобы где-то завалялась какая-то пылиночка. После этого начнется целая операция по ее ликвидации. Одним словом, просто идеальная жена. Разве не это мужчинам нужно? Мою подругу такая несправедливость сильно возмутила. И она, добрая душа, согласилась помочь ей переломить ситуацию в свою пользу. У нее как раз появился новый кавалер с огромным количеством друзей. У каждого квартира машина и денег вагон. Неплохие перспективы, которые стоят затраченных усилий. Она выбрала жертву для нашей блондинки и назначила им встречу. Что же стоит отдать ей должное? Мужчину она выбрала как раз правильно. А то, что происходило дальше, уже не ее вина. Мужчине она сразу приглянулась. Он сразу пустил в ход все известные ему приемчики, чтобы произвести на нее хорошее впечатление. И ему это удалось просто отлично. Он ни на что не скупился. Заказывал для нее музыку, цветы, еще и общий счет за ужин сам оплатил. Одним словом, делал все, что мог, лишь бы доказать, что он здесь самый лучший. Вечер закончился тем, что они все дружно отправились на встречу с рассветом на краю обрыва. Затем все пары разъехались по домам. И эта парочка, как и планировалось, тоже. Не прошло и недели, как блондинка позвонила моей подруге и сквозь слезы начала жаловаться, что все снова повторилось. Он снова исчез, даже на звонки не отвечает. Теперь она была обязана найти это логическое объяснение. А дело тут вот в чем. После волшебной ночи девушка решила принять душ. Она зашла в ванную, где нашла грязь. Окей, ничего страшного, если она это помоет. Та же история повторилась туалетом, но самый большой ужас ее ждал на кухне. Она была готова перемыть все, поэтому они и поссорились. «Хоть прибей, но я не буду больше с ней общаться», – пытался оправдаться юноше. «Во-первых, меня раздражает то, что она без разрешения хозяйничает в моей квартире. Во-вторых, я хочу, чтобы рядом была красавица, а не уборщица. Если она мне понадобится, я обращусь в клининг. Ну и напоследок, я ее боюсь. Меня не покидало ощущение, что она сейчас вытащит из сумки свидетельство о браке, детей и свою маму, которая потянет нас на дачу. Простите, но это пока не для меня». Вот так вот опять она поспешила. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт «Остроумно». Странички в Инстаграм и Фейсбук, ссылки в описании.